Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сёстры, сегодняшний воскресный день именуется особенным образом, именуется он торжеством православия, торжеством нашей православной веры, ибо многие в эту первую неделю Великого Поста попостились, походили в храм, многие утром и вечером, многие вообще воздерживались от скушения пищи, причастили святых христовых тайн, и сегодня Святая Церковь утвердила этот праздник. Но этот праздник, как и всякий праздник нашей Церкви, имеет, конечно же, свою историческую подоснову, и она заключается в том, что в 787 году состоялся Седьмой Вселенский Собор, на котором было установлено иконопочитание, иначе говоря, то, что мы с вами в наших храмах видим, наша роспись, наша икона, было окончательно утверждено догматно-христианской Церкви, ибо Христос пришел в мир, вочеловечился, принял образ человека, и тем самым этот образ нам теперь доступен, мы можем его изображать, и можем себе поклоняться при чистом образу Спасителя, при Святой Деве Владыче нашей Богородице, и многим-многим святым угодникам Божьим, к которым мы поклоняемся и к которым мы прибегаем. Ну, после этого Седьмого Вселенского Собора еще долгое время шла иконопочитская ересь, и она продолжалась до 1843 года, то есть почти 100 лет, когда окончательно при империатрице Ирине было утверждено это иконопочитание, и было установлено в первую неделю Великого Поста, в первый воскресный день, вести праздник торжества православия, который мы с 1843 года до сегодняшнего дня с вами вместе и отмечаем. Многие из вас исповедовались и слышали молитву, которую священник читает над исповедующим «Примири его, святей своей соборной и апостольской церкви». Каждого из нас, над каждым такая молитва читается. Это говорит о том, что всем мы принадлежим Вселенской нашей апостольской православной церкви, и чтобы нам к ней принадлежать, конечно же, необходимо обладать правильной верой, той верой, которую мы с вами исповедуем, и эту веру пронести и сохранить на протяжении всей своей святой жизни. И вот эта правая вера должна освещать путь не только верующим людям, но и тем, которые еще находятся во тьме, конечно, и не пришли ко Христу, не знают о радости воскресения Спасителей, о православной жизни, и мы должны их приводить и видеть в этих людях тоже образ Божий, который, конечно же, в каждом из них есть, и который просияет рано или поздно, но только нужно заметить, увидеть и обратить внимание, и обратиться к нему с любовью христианской. Именно о таком случае повествует сегодня апостол Евангелист Матфей, Евангелие, которое сегодня читалось, и читается о том, как был призван на служение апостол Филипп, у него был друг некто Нафанайл, который тоже размышлял о Богомыслии, о пришествии Христа, о пришествии Спасителя. И вот когда Филипп увидел, что Христос и есть тот Мессия, тот Спаситель, которого на протяжении тысячелетий ждало человечество, он подошел к нему и сказал «Нафанайл, иди посмотри, это тот человек, тот Спаситель, которого мы ждали на протяжении тысячи лет, Христос из Назарета». На что Нафанайл ответил «А разве может быть, что доброе из Назарета?» Известная фраза, которая многим и многим повторяется до сегодняшнего дня, но когда он подошел к Спасителю, то уверовал его, исповедовал, он сказал, что «Ты воистину Сын Божий» и поклонился Ему. На что Христос сказал «Ты воистину истинный израильтянин, нет в тебе льсти», то есть лжи и всякого подобного греха. И таким образом человек, который ждал Христа в одночасье, в одну секунду, уверовал в Него и пришел к Нему и поклонился Спасителю, так и мы с вами, дорогие братья и сестры, рано или поздно приходим в храм, поклоняемся Спасителю в тот или иной момент нашего времени и приходим ко Христу, приходим к Его Спасительной Церкви. Но в отношении слов «Разве может быть что-либо доброе из Назарета?» То же самое часто говорится и до сегодняшнего дня в отношении нашей Церкви. Церкви, поруганной Церкви, гонимой на протяжении всех тысячелетий, если мы вспомним историю христианства вообще, то начиная от пришествия мира Христа, гонения испытывали от фарисеев, иудеев, иудейского государства, затем в течение трех веков мощное гонение языческого Римской империи, которая всячески старалась уничтожить христианство, были тысячи и тысячи мучеников и исповедников, которых пожирали звери, которых распинали на кресте, которых топили в морях и океанах, но тем не менее эта мученическая церковь выстояла, и в 313 году император Константин принял и Миланский еди, в котором признал христианство основной государственной религии, и вся языческая мощь впала предраспитанным Христом, нашим спасителям, и вся эта мощь теперь была направлена только на развитие христианства. Наш век, 20-е, тоже коснулись гонения, гонения коснулись прежде всего нашей с вами русской православной церкви, когда тысячи и тысячи людей пострадали, и как мы их сейчас называем новомученики, исповедники российские, и был план такой в Советском Союзе, что как раз вот к 1 января 1937 года было обещано, что ни одной православной церкви не будет на территории нашего российского государства, и все, чем это закончилось, вы знаете, и вы знаете эти примеры истории, и поэтому наша церковь, хотя является гонимой, хотя является осуждаемой, но только в ней хранится одна истина, истина православия, которую мы сохранили на протяжении уже двух тысяч лет, я надеюсь, в будущем тоже будем сохранять и поклоняться единому Спасителю Пресвятой Владыче нашей Богородице и Святым Угодникам Божиим. Аминь. Я хотел еще сказать, дорогие братья и сестры, что пост не закончился, закончилась только первая седмица, первая неделя, он будет продолжаться еще шесть недель, довольно-таки большой период времени, вы только сейчас настроились вести определенный постный образ жизни и в части питья, и в части еды, и в части молитвы, поэтому этот настрой, этот дух надо сохранять на протяжении всего Великого Поста. На следующей седмице у нас будет совершаться ежедневное богослужение Великого Поста, как положено по уставу, в среда и пятница литургии, прежде освященных даров. В следующую субботу, первая родительская суббота, наступившая в Великом Посту, накануне вечерней и утренней заупокойной, в самый день, одна божественная литургия, совершение паникиды. И я хотел бы довести до вашего сведения еще одно событие, которое грядет в нашем храме, в нашей церкви. 22 марта, в воскресенье, в неделю пятого Великого Поста, преподобного Иоанна Лестничника, а также сорока мучеников в Севастийске, в нашем храме совершит богослужение святейший патриарх Московский и Сеаруси Кирилл. 22 марта. Поэтому я заранее объявляю вам это в радостном событии. Всех вас приглашаю на это богослужение. О расписании вы узнаете из газеты, из новостей, которые мы публикуем на своем сайте. С праздником всех вас! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok